Давай вот еще такой аспект обсудим. Ну вот смотри, я как и раньше, я считал и считаю, что победить в этой войне можно, украинцы в состоянии победить военным путем, освободить до границ, но дальше политически предотвратить новые атаки, новые вторжения, даже бомбардировки ракетные и другие, можно лишь создав проблем в самой России. Начав там гражданскую войну, хаос там, который приведет в конечном итоге к падению режима Путина. Но без этого не обойтись, просто многие говорят, вот вы принесете войну в Россию, так она уже идет. Просто нужно смотреть на вещи трезво и отдавать себе отчет, что затеяв эту войну, да, власть, под которой находятся русские, она обрекла саму Россию, в общем, на такое продолжение. И тут никаких иллюзий не может быть. Что ты думаешь, если взять и учредить, объявить там о свободной от Путина новой республике русской, которая там, не знаю, если Белгород возьмут. Ну, пофантазируем. То, что не удавалось ни Власову, ни Конору, не удавалось, так сказать, и Белому движению, во многом не удалось. Потому что объявляли и ничем не заканчивалось. Какая здесь перспектива, стоит ли говорить о политическом продолжении этого рейда таким образом, что возникает свободная территория, где, не знаю, грабь награбленная, никаких налогов. Я утрирую, естественно, я иронизирую по этому поводу, но это может людей стильно, ну, скажем так, удивить и мотивировать. Потому что где-то есть свобода, понимаешь, как вечный политический офшор. Вот Россия без Путина, вот это же извечная мечта. Я вот последние 25 лет только и слышу о ней. Вот что ты думаешь? Ну, это хорошая мечта, мне кажется. Нужно формализировать, как-то дать людям точку опоры. Те, кто, возможно, не готовы воевать с путинским режимом с оружием в руках, но готовы протестовать и противостоять ему в других формах. И если ты спрашиваешь, надо ли как-то это формализировать в виде, там, БНР, Белгородской Народной Республики, я считаю, что время уже пришло. Пришло, и это абсолютно будет... В силу многие не могут уехать или не успели, или по другим причинам не уезжают. И поэтому, если этим людям дать возможность... Некое временное правительство, это самое БНР, то тогда появятся люди... Некоторые будут кричать, а как же единое неделимое, это сепаратизм и тому подобное. Подождите, с другой стороны, это Российская Федерация, она состоит из субъектов. Если появляется субъект, который не входит в официальную конституцию Российской Федерации, но который не видит смысла нахождения в рамках нынешней РСФСР, но хочет находиться на ее, скажем, в ее географических границах. Почему этого не сделать? В конце концов, это ничем не отличается от действий Путина, который ровно таким же образом клепал эти самые народные республики на территории Украины. И он думал, что он безнаказанно может делать только он, а другому никому в голову эта идея не придет. Я думаю, что пришло время сейчас воспользоваться ноу-хау Путина. Причем плодить надо не только БНР, надо создать еще одну БНР, Брянскую Народную Республику в соседней области, Курскую Народную Республику. И самое главное, я думаю, что, мне кажется, должно в ближайшее время как-то начаться движение, выкристаллизоваться, движение к формализации, созданию неких вот этих вот provisional governments, временных правительств на этих территориях. Может, они будут существовать пока в Украине, может, они будут в Грайвере сформированы или в Шебекино. Но вот определенный тренд, я его чувствую, да, что он идет. Так, едем дальше тогда. Хорошо. Тогда вопрос следующий. Вот смотри, обсуждается постоянно проблема, что Москва пытается ее педалировать безуспешно абсолютно, что воюют легионеры и участники РДК американским оружием. Это в том числе и бронетехника. Тут мы видели какие-то хамеры и много чего. И по этому поводу, значит, визг, и на него, в общем, рефлекторно реагирует Вашингтон. Говоря о том, что мы проверим, мы посмотрим. Там мы, конечно, не давали такого, но видно, что они притворно реагируют. То есть они говорят об этом нехотя, как-то, знаешь, ну, в конце, что вы там колебались. Дело в том, что понятно, что Вашингтону, конечно, нужно сдерживать все эти визги Москвы, потому что, ну, не довести там до Третьей мировой, что называется, еще до чего-то. Но, тем не менее, так сказать, никаких окриков из Вашингтона в адрес Киева не звучит. Все продолжается. Оружие понятно, а какое еще должно быть? Да, оружие союзников они его передали на свой страх и риск, и как бы Киев защищается как может. Украин защищается как может. Что ты думаешь, у этой истории есть какое-то продолжение, что Москва там мультиматировать начнет? Ну, если дальше, то Белгород дойдет и так далее. Они это пытались сделать, обвинять, но, в принципе, здесь, опять же, все заявления Путина, сделанные им опрометчиво, в 2014 году начинают ему возвращаться. Он туда любил рассказывать о супермаркетах, в которых продавился это оружие, о шахтерах. Вот, собственно говоря, все это оружие можно действительно купить в супермаркетах, на центральном рынке Харькова, на Салтовке, если надо, подъехали, в принципе, все, все, где можно затовариться. Что касается техники, они объяснили, она была перетрофейна, то есть россияне ее захватили в ходе наступления на юге и востоке Украины, а потом они в результате наступления на Харьковской области, они его назад забрали. Вот и все. Никаких здесь нет подводных камней, и все абсолютно очевидно. Будет ли Кремль угрожать повышением ставок? А что они еще могут предложить? Ну, послушай, что они такого? То есть ставки РДК и Легиона им вычислить не удалось. То есть я уверен, что если бы они их нашли, они бы запустили там и не один десяток ракет. По ним им надо уничтожить, стереть, в принципе, поскольку это как бельмо на глазу путинского режима, российские граждане, которые воюют против него с оружием в руках. Он бы это сделал, но не смог. Не смог, значит, разведка не сработала. Хотя Легион воевал, мы знаем, и на Бахмутском направлении в том числе. Вот они находились там, их, в принципе, можно было при желании найти, или не захотели, или не смогли. А может быть, саботаж был. Мы тоже его не можем исключать. Может, это был специальный саботаж для того, что есть какие-то люди военных структур, которые не хотят, чтобы Легион прекратил существование. Пусть он будет, условно говоря. А вдруг пригодится завтра. Неизвестно, что будет завтра с властью в России и с режимом. А вот эти ребята подготовлены и мотивированы, как и вагнеровцы, они могут выступить таким тараном и таковой притарианской гвардией, говоря, реалиями Римской империи, которые помогут прийти новому императору на трон. Вот. Поэтому нет, ничего нового они, никаких ставок новых повысить не могут. Ну, условно говоря, нанести, что удары тактическими медианным оружием по этому Легиону на территорию Российской Федерации, ну, бред. То есть, Шебекина они уже сейчас и так равняют. Вот, в принципе, они показывают, да, то есть, они превращают, у них идет тактика ковровых, скажем, бомбардировок выжженной земли для того, чтобы вы сюда не заходите, вам здесь нечего ловить. Вот и все. Поэтому, ну, выйдет очередной раз, там, не знаю, кто-то из Минобороны или выйдет Мария Захарова в очередной раз понесет какие-то очередные бредни о том, что наши западные партнеры вооружают. А что она может сказать? То есть, смотри, эти все аргументы, они же для них обоюдоострые. На все обвинения, что там какое-то поступает оружие, они каждый раз будут транслировать факт того, что есть российские граждане, которые с оружием в руках борются против Путина. Они сами им создают рекламу. Ты понимаешь, чем больше они будут о них говорить, и вот в прошлый раз, сколько они кричали, что мы их поуничтожали, а вот мы видим, как они их уничтожили, вот они зашли. И я еще раз повторяю, их стало физически больше. К ним реально пришли добровольцы из России, которых они сейчас приняли, и вот их стало больше. Вот, поэтому каждый раз, когда они будут о них говорить и чем-то угрожать, у кого-то в голове будет там срабатывать. О, тут уже, оказывается, серьезная сила, но подожди, с ней уже начинают бороться на государственном уровне. И мне не нравится Путин, вот она точка приложения, вот он рычаг, чтобы эту власть смести. То есть вот, вот, к ним надо присоединяться, понимаешь? То есть это очень обоюдоострая вот такая история для них. Да, интересно. Субтитры создавал DimaTorzok